Показайте эти, да. Так, ну что, Валерий Евгеньевич, вам предоставляется слово, скажите пару слов о последней экспедиции, вообще обысходиться. Ну, мы видим здесь много интересных сортов, форм, вот, украинской селекции. Ну, они здесь присутствуют благодаря тому, что нам приходится ездить в экспедиции, вот, собирать эти орехи. Ну, и сейчас мы видим и можем что-то показать из этой селекции. Ну, вот, последняя наша поездка была на питомник, откуда, значит, именно многие из них получены, выведены эти сорта. Вот, ну, вы знаете, что в Государственный реестр когда-то были и сейчас уже в Несене многие сорта, вот. Ну, такие, например, как Лазовской, Шаровидный, вот, Пирожок, Боровской, Серебристый, Ракетный. Ну, не только те, которые занесены в Государственный реестр, а там еще много есть других форм, которые в дальнейшей селекции. Вы говорили, там всего около пятидесяти, да? Да, вот. Ну, это в основном связано с селекционером Федором Андреановичем Павленко. Он много там на этих делярках, на своих питомниках работал. А сколько вы проработали вместе с Павленко, Валерием Евгеньевичем? Так, прямо я даже, ну, значит, познакомленный с Федором Андреановичем в 1977 году. Ну, и до последних лет его жизни, значит, мы были связаны. Больше двадцати лет, получается. Да, да, получается, что мы с Федором Андреановичем работали не один десяток лет. Вот. Ну, и эти орехи сейчас они с именем, вот, этого селекционера. Что здесь, наверное, где-то около 110-120 сортов украинской селекции. Вот здесь, на данном столе присутствуют. Это все оригинальные сорта. Все оригинальные. Возрождается украинская селекция. А что вот это за сорт отдельно вы на тарелочку разместили? Очень такой интересный. Ну, это тот сорт, который мы в последней экспедиции, в которых брали мы черенки. Который ты недели две назад в видео выложил. Вот они, эти орехи. Можно пару слов о сорте? Чем он примечателен? И почему именно ради этого сорта организовывалась целая экспедиция? Значит, сорт. Очень, в первую очередь, высокоурожайный. Очень высокоурожайный сорт. Я даже боюсь аккуратно прикинуть, но думаю, что 10 килограмм с куста, потому что кусты мы все видели. Я видел, ну, просто усыпаны все, даже без полива, без ничего, огромное количество ореха. Это первое. Второе. Вкусовые качества ореха, ну, просто, ну, великолепны. Просто великолепны. У него прекрасная форма, как мы видим. Такая, как мы говорим, товарная. Просто замечательная. Редкой красоты орех. Я не знаю, может, ребята со своей стороны что-то забавят. Валерий Евгений Вячеславов. Да, ну, я могу добавить, что он похож на сорт Полина. Вот. Только маленький, только маленький. Ну, размер среднекрупный, да, у него, я так понимаю? Это достойнейший сорт и по вкусовым, и по внешнему виду. Как раз то, что стоит возрождать. Красивый, красивая, круглая форма. Замечательный орешек. И это все без полива и должного ухода. Соответственно, морозостойкость. Потенциал какой-то. Возможная засухоустойчивость. Она реальная. Она реальная. Ну, вот видите. Поэтому, украинские сорта заслуживают очень... Незаслуженно, незаслуженно. Незаслуженно, незаслуженно, забыты. Ну, ничего. Они займут свое место. Я знаю, очень много людей сейчас поворачивается в сторону украинских сортов. Ну, пройдет время, я так уверен. Вот лет 10, может быть, это гарантированно, в Украине будут присутствовать наши украинские сорта, которые Павленко вывел. И Валерий Евгеньевич к этому руку приложил. И очень много замечательных людей, фамилии которых можно произнести. И наша цель в конечном итоге потягаться с Турцией, как производителя фундука, на основе наших украинских сортов. И по жирности, и по выходу ядра, и по белку, они все соответствуют. Мы разустой, Кость, мы разустой. Да, еще и этот фактор, если взять. А где мне все основные? Я вам скажу больше, орех, который я недавно приобрел на рынке, грузинский, по 160 гривен за килограмм нелущины. И разлучил его потом уже весь. Да, во-первых, много пустого ореха, во-вторых, на вкус он мне не сильно понравился на самом деле. Поэтому я же пробовал наши сорта, да, некоторые. Так вот, у них, я вам скажу, очень большое будущее. Ну, импортный орех я пробовал уже не один раз. То есть он по качеству и по многим другим показателям, я уверен, будет уступать. Это лично мое мнение. Никому его не навязываю, но вот так вот, как потребитель, я не в восторге от того, что я пробовал то, что нам привозят и продают. Вот так вот. Лучший орех это свой орехский стад. В Украине получается очень вкусный орех. Реально очень вкусный получается. Ну, тут получается одно. Одни садят польские сорта, другие итальянские сорта, американские сорта завозят. И идет распыление наших резервов земных, плантаций земли на разные сорта. А вот если сконцентрироваться на каких-то определенных сортах, то, конечно, и объемы ореха появятся. И тогда и экспорт увеличится на основе этих специализированных сортов. Ну, к этому придем. Так, что-то еще есть кому-то добавить? Ну, тут можно много говорить, в принципе. Основное сказано. В общем, продолжаем работать в этом направлении. Рассматриваем все селекции. Игорь выбирает лучшее. И потом уже смотрим, что дальше. Проводятся испытания и в наших условиях. Но основной упор заслуженно занимает все-таки наша украинская селекция. Ну, что, на этом будем заканчивать наш небольшой обзорчик. Всем спасибо огромное. Отдельно орехи показывать, это слишком много времени займет. Да, да, согласен. Тем более, здесь их очень много, как вы видите, сортов. Игорь занимается этим вопросом. Поэтому все, что будет интересно, мы вам обязательно потом покажем. Всем спасибо, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.